Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня начинаю новый влог. Как всегда, немного обо всём. У нас очень пасмурно и похолодало в Питере. Видите, я сижу в свитерочке. У нас 19 градусов. Ночью вообще до 12 градусов опускалась. Мы даже отопление тут включали на днях. Представляете, девочки? Мне как-то, помню, я показывала какие-то покупки. Показывала там свитер и говорю, вот на лето мне будет хорошо. Как на лето свитер? Вот, вот, август. Ещё даже не середина августа, а я сижу в свитере. Недавно снимала влоги, да, и говорила, что с утра до вечера хожу в купальнике, а сейчас уже хожу в свитере. Вот. Не знаю, о чём сегодня будет влог. Немного обо всём. Всё как обычно. Но вначале хочу вам показать. Я уже как-то делала заказ и показывала вам. Это ароматы от Pd Pari. Вот такие. Это аналоговая парфюмерия. И, ну, я оставлю ссылку на предыдущее видео. Я там рассказывала про эту парфюмерию. На самом деле, интересная парфюмерия. Во-первых, она бюджетная. Можно играться, можно покупать разные ароматики. Например, вот такие в пластике, в которых здесь по 30 миллилитров, да, вот такие вот маленькие. Брать их с собой, например, или просто накупить много разных и каждый день менять аромат. И это, на самом деле, очень прикольная история. Я этими ароматами пользовалась. И они, знаете, не уходят в такую спиртовую отдушку, как обычно уходят в подделки. Даже вот, то есть, они постояли какое-то время у меня, да, на полочке. Я нанесла. Нет, ароматы очень классные. Это аналоговая парфюмерия, как я уже говорила. Аналог люкса или ниши, да, но это не то же самое, что люксовые или нишевые парфюмерия. В общем, я здесь заказала, что? Заказала Chanel Chance Fresh. У меня не было этого аромата, но я часто к нему подходила, всё размышляла, нужно мне, не нужно его приобрести. И вот в итоге заказала вот этот аромат. Очень похож. Вот практически один в один. Но у меня нет флакончика, да, чтобы сравнить. И поэтому, может быть, что-то где-то у меня замыливается. И большой в стекле я заказала Tom Ford, который с персиком, да. Tom Ford это та парфюмерия, которой мне очень хочется её иметь, но меня останавливает цена. Поэтому я решила побаловаться вот с такой. Я не пробовала этот аромат вживую. Не знаю, схож или нет, но то, что пришло вот здесь, мне очень нравится. И здесь и какие-то немножко специи, и действительно персик, и очень такой тёплый, обволакивающий, такой очень приятный аромат. Не знаю, мне понравился. Я с огромным удовольствием пользуюсь и буду пользоваться. На самом деле держится действительно целый день. Ну, практически целый день. Вот с утра я наношу, и к вечеру я ещё немножко ощущаю. То есть он к вечеру становится уже не такой яркий, более такой близко к телу аромат. Но можно вечером, допустим, чтобы поярче пахнуть, можно и обновить. Аромат, который у меня есть, и это мой любимейший аромат. Это мой любимчик из всех моих ароматов. Это Кассиопея от Тизиана Теренси. Вот так вот выглядит оригинальный флакончик. У меня его уже половина. Я обожаю этот аромат. Единственное, что это аромат очень-очень капризный. И он хорошо раскрывается, и хорошо... Вот самый его такой прям пик, это именно осенью, в октябре. Вот в октябре я просто поливаюсь этим ароматом, обожаю его. Закончится, я повторю, 100% ещё раз. И мне очень было интересно вот в такой версии, как он на самом деле очень похож. И в отличие от оригинальной Кассиопея, вот эта, да, она не держится целый день. Полдня и слетает. Полдня и слетает. Даже в октябре, в то время, когда такой самый пик этого аромата, он раскрывается вот просто супер-классно, всё равно он держится, ну, может быть, чуть больше, чем полдня к вечеру, его уже нет. То вот этот держится целый день, девочки. И здесь отличие вот этих двух ароматов в том, что в оригинальной версии есть такие, знаете, какая-то такая травка, типа специи какой-то, да. Я не могу описать, что именно, но вот какая-то нотка. Здесь этой нотки нет. Здесь именно вот такой старт Кассиопеи. И сама Кассиопея, она стартует таким чем-то, лично для меня, да, чем-то таким сливочным, вкусным, приятным. Вот здесь вот практически весь день держится именно вот этот старт Кассиопеи, который мне очень сильно нравится. Слушайте, я закажу потом, наверное, большой объём вот этого именно от ПД Париж. Это не то же самое, что оригинальная Кассиопеи, но очень схожа. Я бы сказала, что практически одинаково, но здесь всё-таки нет вот этой вот такой травянистой спецевой ноты. Здесь больше такая сливочная, древесная аромат такой. Очень приятный. Вообще вот эти ароматы от ПД Пари, они мне... Ну, прямо на самом деле открытие моё, потому что я считаю, что они имеют место быть. Они не уходят в спирт, они не уходят в такой, знаете, химозный ирис какой-то или какие-то жасмин химозные. Нет, они вот стартуют, и до самого своего окончания они очень приятно пахнут, и в качестве бюджетной парфюмерии это просто супер. Так что, девочки, я рекомендую для тех, кто не хочет тратить много денег на... потому что вот эта косяпия, да, здесь, правда, 100 миллилитров, но она стоит 15 тысяч, да, и эта парфюмерия намного-намного дешевле пахнет схоже. То есть не дешёвой парфюмерии пахнет, а именно вот такой... нечто таким красивым. Я бы сказала, что это даже какая-то отдельная такая линия парфюмерии. Мне очень нравится. На моей полочке занимает почётное место, на самом деле, вот эта парфюмерия. И я, конечно же, все ссылки вам оставлю, всю информацию вам оставлю внизу в инфобоксе, так что кому интересно, обязательно переходите, смотрите. Но я от всей души советую, рекомендую. Кто не хочет тратиться, повторюсь ещё раз, это отличный-отличный вариант. Что-то у нас выглянуло солнышко, может быть, даже и дождя не будет, я надеюсь, сегодня, потому что у нас поливают практически каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Сейчас у меня муж приехал с работы. Добона, папа приехал, папа приехал. Смотрите, что мне привёз. Он заехал на Калининскую базу, но на Калининской базе, вообще я с ним собиралась ехать, но он решил заехать, посмотреть цены. И купил мне вот что для заготовок. Здесь баклажаны. А почём баклажаны? 60 рублей. А помидоры? 40 рублей. А перцы? 65. 65. А слива 80, да? Да. А сколько в ящике? По 10 килограмм. 10 килограмм, два ящика. А здесь сколько килограмм? 11. 11 килограмм. А здесь? Не знаю. Не знаю. А здесь? 8 килограмм. А лук 3. А здесь 3 килограмма лука. В общем, вот такой вот он. Но вот эти сливы очень вкусные. Люба вкусные? Вообще обалденные сливы. Всего лишь по 80 рублей. Очень сладкие. Говорят, что их на варенье компот. Ну, мне кажется, мы их съедим. Мы их съедимся. Здесь вот такой вот перчик. Это я буду делать лечо. Вкусное. Вкусное лечо. Соответственно, я буду его делать с помидорами. Правда, он плохой помидорчик попался. Да, Бона? Ничего вкусного папа не привез. Все какую-то ерунду привез. Ничего вкусного. Вот такие вот два ящика. И буду вялись помидоры. И баклажаны. Я их замораживаю и делаю салат с баклажанчиками. И лук. Но лук у меня еще в огороде есть. Но мне мало, наверное, будет. Ну, в общем. И чтобы мне скучно не было. Да, Лёва? А то мама все ходит, говорит, что мне надо заготовки делать. Пожалуйста. Работаете, да? Да, Бона вообще скажи. Где мясо? Просто хочешь наварить на неделю две, три. А потом просто лежать. Да, в общем. Это уйдет за один день. Да. За один день все сделаем. Ну, перчик хороший. Это Калининская база. Видите? Смотрите, какой хороший. Как раз наличие вообще будет. Просто огонь. Вот такой, да, Джуз? Скажи, папа, ничего вкусного нам не привез. Ничего. Маме счастье за то. Сейчас как раз поставлю их сушить. Здесь, видите, есть некоторые не очень. Ну, вот такая вот у меня красота. Буду работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что, поставила сушиться свою красоту. Вот такая вот у меня красота получается, девочки. Целую набрала. Ну, сушится, да, достаточно долго. У меня где-то целый день. На ночь я не оставляю, потому что боюсь, что они пересушатся. Потому что я их потом перекладываю. То есть, вот эту нижнюю, она у меня подсушится, я ее ставлю наверх. Потом наверх. То есть, вот так переставляю, чтобы они у меня одновременно хорошенечко подсушились. И здесь у меня, соответственно, помидоры разного размера. Тоже, если какие-то подсушились, а какие-то нет, их можно вытащить пока потом. Ну, в общем, короче, перекладываю их с места на место. Одним словом. Так что целый день, да, у меня будет сушиться. Сейчас у нас вечер. Я сегодня поставила только помидоры. Больше ничего сегодня делать не буду. Уже буду делать завтра остальное баклажаны и перцы. Вот. Уже завтра как раз целый день. Вот. А сегодня пусть сушится. И завтра уже заложу новенькие, а эти в баночку сложу. То есть, вот из этого всего у меня получится целая одна банка. Ну, такая небольшая. Сколько там? 600-700 грамм примерно так. Вот. Ну, и нужно, наверное, ехать в ленту. Нужно, наверное, докупить мне масло растительное. Потому что все это растительным маслом заливаю. Ну, я уже показывала в блоге, как я это делаю. Так что пусть теперь сохнет. На ночь я вот перед тем, как лечь спать, я их выключу. И рано с утра потом опять вкручу снова. Так что будет вот такая вкусность. Еще мне рекомендовали делать кетчуп из помидорчиков. Ну, если еще удастся где-то урвать недорогие помидоры, то обязательно сделаю. Вот. А так у меня задача в этом году, задача от моего мужа, сделать вяленые помидоры. Потому что они ему очень-очень нравятся. Он их ест просто так, к мясу, на бутерброд, ко всему просто с хлебушком. Да вообще просто так, и с баночки. Они ему очень нравятся. Поэтому сделала вот такие. А мариновать помидоры я не мариную, потому что у нас их тоже никто не ест. Вот. Маринованные. У нас только курцы едят. Так что, заготовки вовсю. И муж мне еще привез мой заказ iHerb. Давайте вам покажу, что заказала. Здесь на самом деле не так много всего я заказала. Самое главное, я заказала детям вот эти вот витамины, которые мне очень нравятся. Мы их как раз начнем принимать осенью. И осенью, зимой витамины от Solgar детские вообще не достать, девочки. Их не было в наличии. Вот в прошлом году я все смотрела, смотрела. Их не было. Вот такие вот. Они вкусненькие. Вот такие квадратики. Там разные фруктовые дети. Моим очень нравятся вот эти витаминчики. Они действительно прикольные. Вот. И меньше действительно болеют и так далее. В общем, на зиму им заказала. Здесь 120 штук. На самом деле, вот сейчас жалею, надо было 2 мне штуки. Но я еще хочу омегу им заказать. Вот. И нужно принимать по 4 штучки в день. Ну, они у меня обычно там 2 утром, 2 вечером как-то так едят. Вот. Надолго не хватает. 120 штук. Потом, может быть, какие-то другие еще закажу. Ну, в общем, посмотрим. Буду отслеживать марку Solgar. Уже с тебя я заказала витамины. Давно хотела попробовать. У меня кто-то из вас тоже спрашивал. Вот эти витамины для волос, ногтей и кожи. Кожи, да? Их нужно принимать по 2 штучки. Я уже распаковала, посмотрела. Они пахнут чем-то мелом каким-то или чем-то таким. Вот. Но я обожаю витамины от Solgar и омегу. И вот такие. Сейчас хочу вот такие попить. Потом буду омегу, как обычно, пить. И тоже комплексные витамины от марки Solgar. Тоже обожаю. Вообще, марку Solgar люблю и всем рекомендую. Тем более, на Ахербе она стоит в 2 раза дешевле, чем у нас в аптеках. Вот. И немножечко тут, ну, скажем так, специй. Я бы это так назвала. Заказала вот такое масло, масло Ки, правильно, да, называется. Я до этого заказывала другую, другой марки, да. Но ее не было в наличии, поэтому заказала вот такое. Я храню в холодильнике. Видите, оно мне пришло подтаявшее такое. Вот. Это топленое масло, но это не такое же топленое масло, как вот, не знаю, наше топленое масло. Мне оно очень нравится. На нем жарить, очень вкусно его добавлять в какие-нибудь соусы или что-то тому подобное. Вот. Так что заказала себе баночку, мне ее надолго хватит. И заказала еще вот этот от Simply Organic черный перец. Вот в такой большой упаковке мне хватает на год его. И он не портится, ничего с ним не случается. Очень классный перец. Вот этот. Его нужно добавлять меньше, чем обычный перец вот вы добавляете. Потому что он когда, как-то блюдо остывает, он раскрывается. И, в общем, ну, перец вот этот супер классный. Мне очень нравится. Вот такой вот большой. Я и в заготовки, кстати, его добавляю. Черный перчик. Именно вот этот вот мне очень нравится. Так что вот такие вот заказала. Но буду заказывать еще. Мне нужно будет и талинки запастись на зиму. И мне нужно будет еще специи снова. Вот у меня все специи, все, которые у меня есть в доме, они все с iHerb. И мне очень нравятся. Вообще хорошие специи. Это, можно сказать, половина дела. Вот. Так что ссылочки, конечно, вам оставлю. Но вот это начну пить. И я не знаю, какой я жду на самом деле эффект вот от этого всего. Потому что у меня с ногтями проблем нет. С кожей особо тоже. Но вот насчет волос, не знаю. Но больше, чем они есть, они не вырастут. Может быть, качество волос улучшится. Не знаю. Попью девочке, потом расскажу. Увидела, какой эффект или нет. Вот. Так что. Но вот эти вот, у кого есть детки, вот эти витамины очень вам советую. Здесь наименьше болеют. И как-то и лучше по утрам встают дети. И, в общем, супер они классные. А на ужин мы сегодня решили сделать шашлыки. Что-то, на самом деле, мы давно не делали. Хотя живем за городом и делаем их не так часто. Обычно только тогда, когда к нам приезжают какие-то гости. Тогда мы обязательно делаем шашлыки. Или просто жарим мясо, там, курицу и так далее. А вот так вот, чтобы просто, просто так чисто для себя. Это мы почему-то делаем очень-очень редко. У нас такая переменчивая погода. Снова набежали тучи. Сейчас, наверное, пойдет дождь. Поднялся ветер. И снова стало холодно. На днем-то было солнышко. Вроде как бы ничего. Но обещают, вроде бы, что у нас снова будет потепление. Но на это очень надеемся. И немножечко отойдут дожди. И решили мы также сделать овощи. Это овощи с моего огорода. Баклажаны, помидорчики. Все это и лучок, и вот этот перчик. Это все у меня выросло в моем огороде. И мне очень-очень приятно, на самом деле. Баклажаны у меня растут и перцы. Там же, где растут помидоры. И там же растут у меня огурцы в моей тепличке. Так что вот такой вот у нас сегодня будет вкусный ужин решили приготовить. Муж у меня еще заехал в наш местный магазин. У нас такая мини-пекарня есть, где делают обалденную вкусную выпечку в тандыре. Вот такую вот лепешку он взял как раз для шашлыка. И это тоже салатик из моих овощей. Просто заправила маслом. Вот так вот он любит у меня подавать шашлык, мой муж. Вот. И еще муж в этот раз решил попробовать настойку, которую он делал на красной смородине. Вот такие овощи, кстати, тоже очень вкусные, конечно же. Вдвойне вкуснее, потому что они свои. И вот настойка здесь из красной смородины. Он заливал ее водкой, там как-то добавлял сахар, что-то там процеживал. В общем, куча всего делал. И получилось, кстати, очень вкусно. Мне так понравилось, как такой ликерчик прям. Так что у нас такое все свое сегодня на ужин. Гулять пойдем. Сейчас пойду помолвать. Пойдем, 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 пойдем. И, конечно же, наш вечерний променант, как обычно. Моя младшая вот эта собачка, Джуси, она не любит ходить гулять. Она постоянно трясется, не любит других собак, не любит других людей. В общем, она у меня такая трусишка просто жуткая. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok